Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым окон», 26 том, тема «Государство правителей». Вопрос 3793. Отношение к власти не у всех одинаково. Кто-то любит любую власть, а кто-то ждет свою. Каково должно быть наше отношение к власти, где бы мы ни жили? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Слишком широкий диапазон вопросов. Если бы конкретно было о России, тогда было бы проще ответить. За власти нужно молиться. Не бунтовать, платить налоги и никогда не уступать власти в вопросах веры, спасения души. Никакую власть не защищать с плотским оружием в руках. Не клясться быть верным ей. 1 Тимофея 2 глава 2 стих. За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам в жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. 2 Коринфянам 10.4. Оружия воинства нашего не плотские, но сильные Бога на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. А мой хозяин не любил меня, не знал меня, не слышал и не видел, но все-таки боялся, как огня, и сумрачно, угрюмо ненавидел. Когда-то перед ним я голову склонял, ему казалось, я улыбку прячу. Когда меня он плакать заставлял, ему казалось, я притворно плачу. А я всю жизнь работал на него, ложился поздно, поднимался рано. Любил его, из-за него был ранен, но мне не помогало ничего. А я всю жизнь возил его портрет, в землянки вешал и в палатки вешал. Смотрел, смотрел, не уставал смотреть. И с каждым годом мне все реже и реже. Обидную казалась мне любовь. И ныне настроение мне не губит. Тут явный факт, что испокон веков таких, как я, хозяева не любят. Борис Слудский. Бывает и такая антивласть, как советская, которой никак нельзя угодить. Они всю землю сделали трупом. Деяние 12 глава, 22 стих. А народ восклицал. Это голос Бога, а не человека. Говорят, мы мелко пашем, оступаясь и скользя. На природной почве нашей глубже и пахать нельзя. Мы ведь пашем на погости, разрыхляем верхний слой. Мы задеть боимся кости, чуть прикрытые землей. Шаламов В. Все зависит от того, каким представляет себе Бога человек. А вот как его видят на Святой Руси, нужно ли вам истолкование, что такое русский Бог. Вот его вам начертания, сколько я заметить мог. Бог метели, Бог ухабов, Бог мучительных дорог, станций, тараканных штабов. Вот он, вот он, русский Бог. Бог голодный, Бог холодный, нищих вдоль и поперек. Бог имени недоходных. Вот он, вот он, русский Бог. Бог грудей и отвислых, Бог лаптей и пухлых ног. Горьких лиц и сливок кислых. Вот он, вот он, русский Бог. Бог налива, Бог рассолов, душ представленных залог. Бригадиш обоих полов. Вот он, вот он, русский Бог. Глупым полом благодати, кумным беспощадно строг. Бог всего, что есть не кстати. Вот он, вот он, русский Бог. Бог бродяжных иноземцев, к нам зашедших за порог. Бог в особенности немцев. Вот он, вот он, русский Бог. 1828 год Петр Андреевич Вяземский. Были и супер патриоты в России, которые влияли на умы подданных и своим патриотизмом готовят бесчисленные страдания отечества, которые они искренне любили. Одним из таких был и поэт Пютчев, видящий, как русский царь будет победно шествовать в Константинополе и, конечно же, не через молитвы, а под гром пушек. Не гул, мол, вы, прошел в народе, весь родилась не в нашем роде. Тот древний глаз, тот свыше глаз, четвертый век уж на исходе, свершится он и гранит час. И своды древней Софии, возобновленной Византии, вновь осенят Христов в алтарь, поди пред ним, о царь России, и встань, как всеславянский царь. 1 марта 1850 год. Федор Иванович Тютчев. И не надо видеть абсолютно везде и во всем одни только козни жидомасонов. Нужно хотя бы несколько раз в день на молитве себя представлять перед лицом Божиим и винить себя во всем, где мог бы повлиять на изменение обстановки в лучшую сторону, да не сподобился того по своей лени и трусости. Зачем мне считаться шпаной и бандитом? Не лучше ли податься мне антисемиты? На их стороне хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов. Решил я, и значит, кому-то быть битым. Ну надо ж узнать, кто такие семиты. А вдруг это очень приличные люди? А вдруг из-за них ничего-нибудь будет? Но друг и учитель, алкаш Бакалея, сказал, что семиты простые евреи. Да что ж такое везение, братцы? Теперь я спокоен, чего мне бояться? Я долго крепился, ведь благовейно всегда относился к Альбертушу Эйнштейну. Народ мне простит, но спрошу я невольно, куда отнести мне Абрама Линкольна? Среди них пострадавшие от Сталина капли. Среди них уважаемый мной Чарли Чаплин, мой друг Рабинович из жертвы фашизма и даже основоположник марсизма. Но тот же алкаш мне сказал после дельца, что пьют они кровь христианских младенцев. И как-то в пивной мне ребята сказали, что очень давно они бога распяли. Им кровушки надо. Они по зоопарке замучили гады, слона в зоопарке. Украли, я знаю, они у народа, весь хлеб урожая минувшего года. По Курской, Казанской железной дороге построили дачи, живут там как боги. На все я готов, на разбой и насилие. И бью я жидов, и спасаю Россию. 1964 год. Высоцкий Владимир. И нужно уметь обличать власти. Деяние 5.29. Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Эфесянам 5.11. И не участвуйте в бесплодных делах мы, но и обличайте. Субтитры создавал DimaTorzok